Всем приветик! Сегодня хочу с вами поговорить про обертывание для волос. Недавно была на съемках одного короткометражного фильма и работала со стилистом. Эта девушка оказалась русской и она мне посоветовала делать одно обертывание. Хочу сказать, что когда я работала с американскими стилистами, мне никогда никто не советовал что-то делать дома. Какие-то маски, обертывания. В основном они советуют идти в салоны красоты или же, я не знаю, пользоваться какими-то уже продуктами готовыми дома. Но эта девушка оказалась русской. Она в Штатах уже 15 лет и в общем она мне посоветовала делать это обертывание. Мы с ней много общались на тему уход за волосами и так далее. И в общем я хочу с вами поговорить на эту тему. Если вам интересно послушать, оставайтесь со мной. Я уже делала одно видео о масках для волос, которыми я пользуюсь. И я тогда сказала, что я не очень люблю делать маски для волос в домашних условиях, потому что мне все время не хватает свободного времени. И это действительно так. Я все время занята, что не могу выделить, например, пару часов на то, чтобы сделать маску для волос, походить с ней и так далее. Но все же один раз в месяц я нахожу свободный день для того, чтобы сделать маску для лица, для волос и так далее. Но теперь я решила, что я буду делать так же обертывание для волос. После того, как мне это стилист посоветовала и сказала, что волосы действительно будут очень мягкими. Потому что они сейчас у меня уже крашены и не раз. Если честно, я крашусь... Господи, с 16 лет. С 16 лет я крашусь в блондинку. И с 16 лет я отпускаю волос. В 14 лет я подстриглась коротко по троечку. И после этого годик я так походила, и я решила, что пора отпускать волос. И, в общем-то, стала отпускать. И он у меня вот такой вот длины, как сейчас. Ну, сейчас вы не видите, потому что он у меня накрученный. И в других роликах, если вы видели, то вы могли видеть, что он у меня чуть ниже груди. То, в общем-то, я его отпускаю с 16 лет. Да, я подстригала там, конечно же, делала каскад, подстригала его. То есть, он не всегда был у меня одной длины, но старалась коротко не стричься. И, кстати, если вы хотите, чтобы у вас волос был густым, то, конечно же, можно рискнуть и подстричься коротко. Так, по троечку, по двоечку. Совсем коротко. И после этого, конечно же, волос будет расти очень быстро и густым будет. У меня так получилось. То есть, хотя у меня с детства волос сам по себе густой, но после того, как я подстриглась под машинку, он у меня стал расти еще быстрее и стал гуще. Правда, сейчас уже не настолько густой, как он был, когда я стала только отпускать. Ну, там спустя 3-4 года действительно очень такой густой был и чувствовался объем. Сейчас уже это не чувствуется, конечно, так, но, возможно, из-за того, что длина уже большая и объем не так заметен. Чем длиньше волосы, особенно когда он на 2 длины, то объем не так заметен. Так вот. Значит, почему я решила, что я буду делать обертывание? Потому что он у меня уже не настолько мягкий, так как я его крашу, вечно делаю себе кудряшки различные. И она мне посоветовала, сказала, что после этого обертывания действительно будет волос очень-очень мягким. Итак, вы меня спросите, в чем же отличие между простой маской для волос и обертыванием? Когда мы делаем обертывание, мы обязательно должны укутать голову чем-то теплым. То есть сначала мы наносим на волосы маску, втираем ее в корни, затем мы должны одеть шапочку для душа или обмотать волосы целлофановой пленкой, пищевой пленкой, например. И после этого обязательно следует обернуть волосы теплым полотенцем. Можно его нагреть на батарее, например, или же прогладить утюгом. Кстати, утюгом прогладить это самый простой вариант, как мне кажется. Когда мы делаем обертывание, лучше всего такую маску носить как минимум 20 минут. После этого можно волосы промыть обычной теплой водой, затем использовать шампунь. И после не забыть обязательно промыть волосы следует подкисленной водой. Воду можно подкислить лимонным соком, например, или же яблочным уксусом. Также мне стилист сказала, что обертывание лучше всего делать в вечернее время. И желательно не больше 15 обертываний в полгода. 10-15 будет самый оптимальный вариант. Еще один интересный момент, про который следует помнить, что если, например, вы решите использовать разные масла в своих обертываниях, то обязательно после этого следует купить шампунь-пилинг, чтобы он помог потом вам очистить кожу головы от масел, потому что масла могут забивать поры, железы и так далее. Ну и в общем-то шампунь-пилинг должен помочь решить эту проблему. Так как волосы у меня сухие, мне стилист посоветовал делать обертывание для сухих волос с ромашковым настоем. Между прочим, она сказала, что сам по себе ромашковый настоем может очень смягчить ваши волосы. Например, если вы будете ополаскивать волосы один раз в неделю ромашковым настоем, они точно у вас станут мягче. В мое обертывание должно входить 1 столовая ложка ромашковых цветов должно заливаться кипятком. Кипятка нужно примерно 50-100 мл. После этого следует дать настояться. Этому настою часа 4 и потом следует смешать с одним яичным желтком. После этого можно наносить уже на кожу головы и корни волос. Соответственно, затем следует одеть шапочку для душа и вернуть волосы теплым полотенцем. Носить такую маску мне следует минут 30-40 и после этого смывать. В общем-то, я решила попробовать. Буду делать, наверное, 1-2 раза в месяц и посмотрю, какой будет результат. Я, если честно, не нуждаюсь сильно в таких масках, но ради того, чтобы волос стал еще мягче, я думаю, что можно попробовать. И мне просто интересно, какой будет результат обертывания я раньше не делала. И, кстати, в интернете можно прочитать еще несколько других вариантов обертывания для сухих волос. Собственно, чем я и займусь, я думаю, что попробую не только это, но, возможно, еще какое-нибудь другое и посмотрим, какой будет результат. Если вы делали обертывание, пожалуйста, напишите мне. Мне интересно узнать ваше мнение про обертывание и нравится ли вам просто маски для волос или же обертывание для волос намного лучше действует на ваши волосы. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за подписку, за поддержку, за комментарии, за теплые приватные сообщения. Я их читаю. К сожалению, физически всем ответить я не могу, но мне действительно очень приятно, когда вы мне присылаете такие теплые сообщения. Я всем желаю удачного дня и хорошего настроения. И до новых встреч в моих видео. Пока-пока.